Мы сейчас находимся вот тут. Это двор бывшего епархиального женского училища. Все сохранившиеся вокруг постройки также относились в свое время к нему или к воинской части, которая располагалась здесь в советское время. В настоящее время благоустройство территории уже практически завершено и о прошлом тут уже ничего не напоминает. Арочные проемы спрямлены, окна немного откопаны и будто так всегда и было. Справедливости ради нужно отметить, что во время проведения работ по реконструкции исторического центра Тулы, некоторые соседние строения были снесены полностью, как не представлявшие исторической ценности. К сожалению, такой приговор был вынесен многим историческим зданиям в Туле, так как все снести и сделать парковку или торговый центр куда проще и прибыльнее, чем восстанавливать наше прошлое. А спустя лет 20 вообще можно сказать, что парковка или торговый центр тут были всегда. Вот еще каменная кладка снаружи кирпичной стены. Это место прямо на улице Советской, у всех на виду, но никто на это не обращает внимания. Это просто облицовка внешней стены, а вовсе не фундамент. Такой внешний вид Запада со стороны улицы Советской у здания бывшего училища сейчас. А это вид Веденского храма со стороны улицы Советской. А вот так выглядело здание училища в 1911 году. Вывеска как будто пририсована. Молодые деревья. А так, по сути, то же, что и сейчас. Только тогда еще был купол, который сломали в советское время. Обратите внимание на вход в церковь. В наше время над входом расположен треугольный фронтон, и по бокам от входа есть колонны. На старых фотографиях ничего этого нет, просто металлический навес. И очень похоже, что эта дверь переделана из окна. Внешним орнаментом здание четко разделено на две зоны. Церкви и училище. Однако, когда мы осматривали здание изнутри, то там мы не видели разделения стен, трещин по углам. Складывается такое впечатление, что все здание строилось целиком и в едином технологическом цикле. Однако, кто смотрел внимательно, без перемоток, то наверняка обратил внимание, что кладочная смесь у здания училища – это известковый раствор. А у здания Веденской церкви – явно иной, с добавлением песка. Назвать его цементным не могу, так как химического анализа не проводили. Но даже визуально видно, что швы училища белые и заглаженные, а швы в храме желто-серые и не заглаживались. Помимо всего прочего, здание училища выложено крупноформатным кирпичом, а здание церкви – кирпичом современного размера. Но тем не менее, кладка стен церкви качественная и красивая. Таким образом, можно сделать вывод, что здание церкви действительно построено позже здания училища. Заметьте, построено без апсиды, то есть место для алтаря. Причем разница в возрасте явно весомая. Сменился стандарт на кирпичи и кладочную смесь. Но кладка осуществлена явно профессиональными каменщиками. Еще немаловажный факт – по углам стены храма ни на миллиметр не отошли от стен училища. Если просто делать привязку одной стены к другой, например, при помощи анкеров или даже армирования, трещина все равно проявится со временем. Единственный вариант, чтобы не получилось трещин между стенами двух соседних зданий – это общий фундамент. А как мы видим на фотографии, как у училища, так и у храма есть маленькие окна первого этажа. Или цокольного – не суть важна, как его сейчас назвать. Окна одинаковые. И этот этаж у обоих зданий общий. Именно поэтому храм строят точно по ширине училища. Ни шире и ни уже. И без алтаря. Его строят на имеющемся основании из двух этажей. Нынешнего первого и подземного. И вот тогда снаружи, внешней отделкой церковь явно выделяют. Потому что, если этого не сделать, и не знать, где именно располагается церковь, то по внешним признакам догадаться, что тут находился храм, очень трудно. Но вы скажете, есть верный внешний признак. Купол – значит это церковь. Позвольте с вами не согласиться, друзья мои. В Туле, например, есть вот такой дом с куполом. И таких домов несколько в разных частях города. И это вовсе не церкви. И согласно официальным данным, никогда ими не были. Конкретно этот дом – это дом Белолипецких. Именно в нем получил свое рождение знаменитый тульский пряник. Про него еще будет рассказ. А сейчас возвращаемся к гиперрхиальному училищу. Размеры окон первого этажа непропорционально маленькие. Можем ли мы предположить, что современный первый этаж здания на самом деле при постройке был вторым? Мы можем не просто это предположить, а знаем наверняка, так как есть слова археологов, проводивших раскопки на Крестово-Звиженской площади. Вот смотрите сами и слушайте внимательно. Не надо говорить только. Вот этот слой, который, скорее всего, связан с пожаром, вот этот точильный камень торчит. Очень много. И вот из него происходит основная часть находок. Потому что во время, когда все хорошо, то люди, естественно, товары не бросают, все с собой уносят. Когда пожар идет, тут уже не до того, чтобы... Ага. Для тех, кто не понимает, повторю, слой пожара 1834 года находится на глубине 2 метра. А теперь давайте посмотрим на карту города. Гиперрхиальное женское училище находится здесь. Крестово-Звиженская площадь, на которой были раскопки, находится здесь. Здесь рельеф города таков, что между красными линиями уровень везде одинаковый, без перепадов и уклонов. А расстояние между местом раскопок, где нам археолог показал слой пожара, и пархиальным училищем всего 476 метров по прямой. То есть, возле училища в 1834 году уровень также был ниже на 2 метра. Ну и тут вы мне возразите, что, мол, попался, здание-то построено в 1866 году. Друзья, а где гарантия, что оно именно построено, а не отремонтировано в 1866 году? Ведь, как говорилось ранее, официальных версий две. И по второй версии, это здание уже стояло в 1841 году, и в нем сразу расположилось училище для девочек, никуда и ниоткуда не переезжая. И что самоварный фабрикант расположил это училище в своем доме. То есть, это здание стояло еще раньше 1841 года. Вот, например, стена одного из соседних зданий. Съемка июль 2017 года. Когда говорят о годе постройки здания, очень часто имеется в виду год реконструкции этого здания или капитального ремонта. И именно этот год выдают как год постройки. Вот перед нами стена. Построена совершенно недавно, ну сколько, лет 50 назад максимум. Потому что кирпич современный, кладка еще не разрушилась. Вот только тут на уступчиках есть такая. Дождевая погодная эрозия и все. А так стена в принципе хорошая. Однако, если мы посмотрим ниже, предстает совершенно иная картина. Мы видим старинный кирпич. Он даже по размеру отличается от этого. И кладочная смесь другая. Белая. Это кирпич очень старый. И стена эта выходит из земли. И вот тут окошко заложенное. То есть однозначно можно сказать, что на каком-то имевшемся основании, более древнем основании, достроили верх. И потом дату окончания вот этой постройки обозначили как дату постройки всего здания. Но в реальности вот этот низ и фундамент под ним гораздо древнее. А теперь давайте посмотрим на старинные карты. Идем на сайт RetroMap. На карте 1891 года мы видим Благовещенскую улицу. Она и сейчас так же называется. И наше епархиальное училище. Все на месте. То, что там есть церковь, на карте не отмечено. Например, Хрестоводвиженская церковь отмечена. Там, где были раскопки. А вот в Веденской приучилище еще нет на карте. Смотрим на карту 1849 года. Внизу карты надпись «Сочинил и Афремов. Цензор А. Крылов. 19 января 1849 года». Интересный поворот. Что не должен был допустить цензор на карте? А? Если мы почитаем заголовок этой карты, то это оказывается реставрация, причем по описям 1625 и 1685 годов. То есть, как таковой карты за 1849 год оказывается нет. Следующая карта с ближайшей датой шведский план 1750 года, на котором вообще ничего не понятно. Можно примерно определить место, не более. На карте 1741 года мы видим в интересующем нас месте темный прямоугольник. На сайте это место данная карта в лучшем качестве. Затем тут же имеются те же карты, реставрированная за 1685 год, шведская за 1750 год и следующая аж за 1871 год из атласа Ильина, где мы видим уже современную планировку. Интересное дело получается. До 19 века карты рисовали каждые 10-20 лет, затем перерыв в более чем 100 лет, и затем карты опять рисуются каждые 10-20 лет. Возможно, я плохо искал, но ни мне, ни моим помощникам так и не удалось найти ни одной карты Тулы начала или середины 19 века. Друзья, если у кого получится найти такую карту именно начала или середины 19 века, пишите, пожалуйста, в комментариях. Карта 1849 года не в счет, так как это реставрация по описям 1625 года. Мало того, что это год придуманный, так еще неизвестно, что там были за описи и что потом убрал цензор. Также в официальной информации указывалось, что Веденский храм был построен в 1896 году. Но, видимо, потому он и не попал в книгу Прихода и Церкви Тульской епархии излечения из церковно-приходских летописей, изданных в Туле в 1895 году. И пройдя по внутренним помещениям всего здания, мы видим, что это не единая структура, а два здания рядом. Двухэтажную часть сейчас не рассматриваем, так как узлы примыкания задекорированы, и определить целостность двухэтажного и четырехэтажного здания не удалось. Но четырехэтажное здание бывшего училища вместе с Веденским храмом с одной стороны не составляет единое целое, так как построены в разное время, а с другой стороны это именно единое целое, так как стоят на одном основании. Именно поэтому понадобилась внешняя декорация, чтобы хоть как-то выделить церковь. Здание самого училища гораздо старше заявленного срока, претерпело множество переделок и перестроек. Капитальный ремонт или восстановление был осуществлен в 1866 году, и именно эта дата стала считаться датой постройки. И если ту часть, где располагалось училище, начали использовать сразу после ремонта, то ту часть, где впоследствии была обустроена церковь, надстраивали и переделывали еще 30 лет, пытаясь приспособить под различные нужды, да в конце концов остановились на храме. Никто не отрисает, что до советского периода тут размещались и Веденский храм при училище и само училище. Вопрос в том, что здесь было раньше, до переделки. Суть в том, что кабинетные официальные историки, подчас не разбираясь в технологиях строительства, свято держатся за свою версию и ради этого напустили туману, запутали документы, запутались сами и теперь путают нас. Не верите? Спросите у любого научного работника, любого звания и любой степени, занимающегося официальной историей. Задайте ему простой вопрос, какая у него была оценка по сопромату. Уверяю вас, друзья мои, вы узнаете себе много интересного. Итак, алтаря нет и судя по виду стен никогда и не было. Значит, с уверенностью можно утверждать, что храм разместили в помещении, которое изначально строилось для чего-то другого. И это помещение не самое удобное для храма в теперешнем его понимании. Это также подтверждает лестница слева от храма. Я имею ввиду сами ступеньки. Если изначально при возведении этого крыла здесь планировали размещать храм, то для чего столько места и помещений для лестницы? Куда она могла везти? На церковный балкон? Не слишком ли много места для этой лестницы? И потом, очевидно, что ступеньки здесь были сделаны уже после того, как это помещение было построено и переделано несколько раз. Ранее мы это уже рассмотрели. А учитывая, что саму эту часть построили сто с небольшим лет назад, то последующие переделки этажности лестницы подтверждают версию того, что вся эта часть изначально строилась не для храма. Впоследствии цели у этой части менялись, если в той части, где располагалось училище, уже учились девочки, то тут все еще продолжались ремонтные и переделочные работы, пока, наконец, не определились и не решили здесь сделать храм. Также наличие многочисленных дверей и окон, упирающихся в пол или выглядывающих из-под пола, говорят о смене этажности, причем не один раз. Есть версия, что в части здания, где было училище, не было перекрытия четвертого этажа, а эти маленькие окна на четвертом этаже на самом деле подсвечивали высокий третий этаж. Так или иначе, перекрытия между этажами были переделаны по-новому, и высота этажей изменилась, а также изменилось их количество. Возвращаясь к большому количеству дверей и окон между помещениями внутри здания училища, то они могли использоваться для технических или служебных нужд. Вы, наверное, уже обратили внимание на широкие вертикальные от пола до потолка заделанные проемы, которых не видно с другой стороны стены. Это вполне могли быть дымоходы или штробы для труб потопления сделаны уже гораздо позже постройки, выдалбливаясь в готовой стене. Кстати, на фотографиях на крышах имеются печеные трубы, а на современных фото их уже нет. То есть, эти штробы на самом деле могли быть дымоходами или вытяжкой вентиляции. Закономерно возникает вопрос, ну почему же их не сделали сразу при строительстве, а долбили потом? Друзья, когда я задавал такой вопрос в других фильмах про храмы Тульской области, мне часто писали в комментариях, что типа забыли при постройке заложить технический канал, поэтому и долбили. Или были даже комментарии, что, дескать, так проще было сначала построить, а потом продолбить. Друзья, давайте разберемся с этим вопросом раз и навсегда. Во-первых, в только что построенной кирпичной стене на известковом растворе продолбить что-либо нельзя в принципе, так как процесс набора прочности у извести гораздо более медленный, чем у гипса или цемента. Сама по себе кладочная известковая смесь обладает большой прочностью и хорошей адгезией, то есть прилипаемостью к кирпичу. Но известь очень медленно набирает эту прочность. Например, известковый раствор набирает в месячном возрасте прочности на сжатие всего 0,7 мегапаскаля. Кто не понимает цифры, скажу простым языком, этого очень мало. Расчетная прочность изыскового раствора набирается только через 1-2 года, в зависимости от состава и внешних условий. И затем на протяжении десятков и даже сотен лет изысковый раствор все еще продолжает набирать прочность, превращаясь в камень. Именно поэтому и говорят, что стена на изысковом растворе только крепчает с годами. Но суть тут в том, что сразу после постройки здания, даже если забыли сделать технологические проемы, именно выдолбить их невозможно. Кирпичи просто будут вываливаться целиком. В такой ситуации как раз возможно сделать проемы красивыми и без сколов, если уж действительно забыли. Но мы видим, что все проемы именно выдолблены и кирпичи при этом раскрошены или имеют сколотые края. То есть стена успела набрать прочность, при которой кирпич уже не вываливается и его приходится разбивать прямо в стене, чтобы сделать отверстие. А теперь представьте эту ситуацию на практике, когда здание построили целиком и потом ждут два года, пока стены наберут прочность, чтобы грубо выдолбить технологические проемы. Естественно, так никто не станет делать. Это маразм. Гораздо логичнее обустроить все технологические проемы сразу во время постройки. Я это говорил много раз и буду говорить впредь. Во-вторых, как уже было сказано выше, выдолбленные штробы в стене на известковом растворе. Как раз и говорят о том, что между возведением стен и долбежкой прошли годы, если не десятилетия. Тут все дело в химии. Известковый раствор не просто высыхает в кладке, на этом все заканчивается. После высыхания начинается химическая реакция, которая называется карбонизация. Суть которой в том, что углекислый газ из воздуха вступает в реакцию с известью и получается известняк. В зависимости от состава кладочного раствора от окружающих условий скорость карбонизации меняется, но она однозначно не происходит мгновенно. Поэтому выголбить что-то в только что построенной кирпичной стене на известковом растворе не получится никак. Получится просто развалить стену по отдельным кирпичикам. Вот это запросто. Друзья, кому интересно узнать больше про известь, химические реакции в ней при затвердевании, ну и вообще любой дополнительный материал по фильму, все ссылки, как обычно, в описании. А мы продолжаем. Таким образом, толщина стены в метр по прошествии многих десятков лет после постройки позволяла сделать такую переделку, как долбежка штрабы, без ущерба для несущей способности здания училища. А мы видели, что эти стены имеют приличную толщину. Такая стена сама по себе обладает повышенной прочностью. Тем более, здесь нет широких храмовых арочных сводов и куполов, которые давят сверху. Все дверные и оконные проемы нормального размера. Купол? Так он был над храмовой частью. Над училищем его не было. Спрашивается, для чего такой запас прочности? А металлическая арматура в стенах метровой толщины? Наверное, для того, чтобы здание не развалилось, войдя в резонанс с шагающими по мостовой гусарами. А? Или все же для атмосферного электричества? Друзья, поймите меня правильно. Я не отрицаю идею атмосферного электричества, но я за здравый подход. Мнение по этому вопросу изложено в фильме «Таинственный храм на берегу реки». Если кто не смотрел, то ссылочка будет в описании и в конечной заставке. Итак, резюмируя все вышесказанное, что же это было за здание с приделанным в середине 19 века отоплением? Здание, в котором детей-сирот с середины того же 19 века обучают христианству, чтобы они потом могли учить других детей. Здание повышенной прочности с формировкой и многочисленными проходами с таким же мощным основанием в виде цокольного и подземного этажей. Вы наверняка ждете, что я скажу, что это был завод? Да, он вполне мог им быть. А почему бы и нет? Так же это могла быть гостиница, жилой дом или художественная библиотека, даже училище для девочек или мальчиков изначально. Да все, что угодно. Тут важно понять, что если исследование всего лишь похоже на правду, то это не исследование. Исследование является таковым только тогда, когда логика и факты не противоречат друг другу. Почему современные жилые дома или библиотеки не имеют такой мощной армировки? А? Потому что нет необходимости. А почему современные промышленные предприятия имеют мощную армировку? Да потому, что такая необходимость есть. В данном конкретном случае я не утверждаю, что тут был завод. Хотя причин для этого более чем достаточно. Некоторые мы сегодня рассмотрели. Другую причину, территориальную, рассмотрим в одном из следующих фильмов. Сейчас, как вывод, могу сказать одно. Тут могло находиться абсолютно любое учреждение, но религиозным оно стало после ремонта и реконструкции 1866 года. А вот чем оно было ранее? Это можно узнать, только сняв два метра грунта вокруг здания, во дворе и на соседних улицах, когда взор откроется мостовая 1834 года и нижней части зданий, которые как раз и остались в неизменном виде с той поры, несмотря на ремонт и переделки сверху. Земля вокруг во многих местах уже перекопана коммунальщиками, но все же есть вероятность найти следы настоящего прошлого. А сейчас предлагаю еще раз задуматься над увиденным и посмотреть старинные фотографии этого училища и его учениц. Это коллективное фото преподавателей и учениц Тульского и Пархиального женского училища в 1910-1911 учебном году. Индивидуальные фотографии некоторых учениц будут далее, а ссылки на списки учениц за разные годы находятся в описании под фильмом. Но давайте рассмотрим эту фотографию. Не кажется ли странным, что в училище для девочек в числе сотрудников большинство мужчины и всего две женщины? Возможно, я ошибаюсь. И женщин-преподавателей на самом деле там было гораздо больше. Просто не все стали участвовать в фотографировании. А может, они одеты так же, как воспитанницы? И потом, кто эти дядьки в петлицах? Чем-то похожи на военных или прокурорских работников нашего времени? Здесь не буду гадать, возможно, в то время так было принято, что за учебными заведениями вели надзор военные или еще какие-то спецслужбы. Друзья, вглядитесь в эти лица. Это не развалины и не заброшки. Это реальные люди со своими судьбами, историями, своими тайнами. Как сложилась жизнь каждой этой девочки, мы вряд ли уже узнаем. Однако, возможно, кто-то узнает в этих лицах своих родственников. Возможно, кому-то они помогут восполнить пробелы в истории своей семьи. В описании под фильмом будут ссылки на списки выпускниц училища. Некоторые списки с фотографиями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию сотрудников арт-квартала «Искра» за предоставленную возможность окунуться в прошлое, узнать больше о нашем городе, его истории и истории нашей страны, а также за вклад в сохранение этого исторического наследия. На этом я благодарю вас за внимание, за сим не прощаюсь, впереди еще много интересного. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова